с вами лекарь травинка и я снова в поисках природного эликсира здоровья на этот раз я поделюсь с вами рецептом соснового молока не нужна сосна но не шишки и не хвоя мне нужна сосновая смола и вот ее найти не так-то просто деревья растущие в центре города тут не подходят нужно отправляться за целебной смолой туда где не ступала нога человека желательно в лес или хотя бы в отдаленный уголок парк вот я наконец-то нашла подходящую сосну вы видите у нее на стволе вот эти потоки смолы сейчас температура не ниже нуля градусов оттепель поэтому она вот в таком вот жидком состоянии если был бы мороз то ее пришлось бы просто отдирать от ствола ну а сейчас очень хорошее время для сбора так что не пропустите его процесс сбора смолы очень простой запаситесь заранее какой-то удобной емкостью вот у меня тут пластиковый стаканчик и возьмите либо ножичек либо какой-то жесткий предмет вот у меня ложечка нужно для того чтобы ее собирать смолы дерево вот у нас тут смоляная сосулька ложечкой так ее счищаем в емкость вот еще несколько капелек классический рецепт соснового молока кроме смолы входят и шишки но они должны быть зелеными сейчас таких не найдешь поэтому мы делаем молоко только из одной смолы поверьте она будет не менее целебным приготовить этот целебный набиток очень просто неполную чайную ложку сосновой смолы нужно залить кипящим молоком настаивать в термосе в течение 4 8 часов можно залить его с вечера и тогда уже утром процедить получившийся напиток сосновое молоко нужно пить натощак перед завтраком по одному стакану в тяжелых случаях при запущенных заболеваниях легких допускается двукратный прием первый раз утром и второй раз непосредственно перед сном но в этом случае обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом лечение сосновым молоком считается одним из самых эффективных средств очищения бронхов и легких оно подходит абсолютно всем кто страдает от хронических заболеваний органов дыхания при регулярном употреблении помогает избавиться даже от застарелой слизи и мокроты рекомендуется при гайморите астме хроническом бронхите пневмонии и других заболеваниях легких курс очищения должен продолжаться не менее 30 дней а лучше в течение двух месяцев кстати чистка с помощью соснового молока подойдет и заядлым курильщиком